Господин Кавкалюк, ну секундочку, вы не ответили на вопрос. Вы стоите за историей, которая случилась на прошлой неделе по компаниям Платона и женой прокурора? Георгий Кыну, Наталья, Георгий Кыну. Георгий Кыну, дом Кавкалюк, фиксошеканый фабрикат Досару Луцепович Пиумор, небогат ваменем пушкарей, аймблаково путанное... Домная рыжая путанная, Наталья, прекратите включать в студию пидорасов, таких как Кавкалюк. Люди, которые уничтожали людей, господин Усатый, мы в прямом эфире. Это мразь, которая уничтожала людей, уничтожала беда. Господин Усатый, я вам... Которая сегодня... Извольтесь, мы в прямом эфире. Причем тут это? Так, слушайте, отключите ублюдков, что вы делаете в студии? Забейте вот этого, сюда и разговаривайте с ним. Господин Кавкалюк, я прошу прощения, я прошу прощения, я предлагаю... Вы просите прощения, отключите этого негодяя. Это его место в тюрьме, и ты, Кавкалюк, будешь сидеть в тюрьме, понимаешь? Хочешь ты этого или нет? И тебя не спасет никакие деньги... Господин Усатый, секундочку, господин Кавкалюк. Наталья, уперите, вы мне продолжите сейчас... Господин Кавкалюк, я думаю, что у нас не получится сейчас предоставить вам право на реплику по объективным причинам. Не, ну вы сидите, просто берете каких-то... Господин Усатый, это краски история про Жеклова и Шарапова. Он не полицейский, это поддонок и ментозавр, который ходил... Но пока он не привлечен к ответственности, к сожалению, он лидер партии, мы не можем ему не предоставлять право на реплику. Ну, маме зерейте, Роза, что-то вято. Ну, маме зерейте, Роза, что-то вято. Наталья, уберите эту капельницу. Господин Кавкалюк, я предлагаю вернуться к вашему праву на реплику уже после эфира, потому что, я думаю, у нас не получится. Просто ни вас не слышно, ни господина Усатого не слышно. Нет, что слышно, вы понимаете, то есть человек, который фабриковал десятки уголовных дюймов... Мы благодарим вас, мы с вами свяжемся и предоставим вам право на реплику. Господин Усатый, это... Наталья, ну вы такая интересная, я понимаю демократику. Господин Шарапова, ну демократия так устроена. Послушайте, вы давайте, но послушайте, не надо в моем присутствии. Вы бы мне еще привезли того, который насиловал детей, который линчевал сегодня. Вы бы еще Чикатило мне привели в студию и сказали... Господин Усатый, давайте так, я полтора года назад в эфире, в прямом эфире, тогда, когда самолеты приближенных Плохотников взлетали один за другим в аэропорту Кишинева, я в эфире рассказала свою личную историю, связанную с господином Кавкалюком. Я это все понимаю, но, к сожалению, закон есть закон. Он лидер партии, она не запрещена. Она не запрещена, его не привлекли к ответственности, не по одному из дел, про которые говорили многие политики в студии. Чикатило сидит, родитый Кавкалюк, но если я сегодня говорю про Чикатило, не значит, что вы должны попросить с ним связаться в тюрьме, понимаете, или с кем-нибудь другим. Ну вы что, Наталья, давайте как-то уважать телезрителей, это телеканал. Вы меня просто открыто провоцируете, потому что этот рыжий негодяй, еще раз, там плачут десятки женщин. Это когда потеряла супруга Корнелла Морару ребенка, когда по его сфабрикованному делу, кстати, на пару с Морарем, она потеряла ребенка.